Вячеслав Мясников Вячеслав Мясников родился 2 декабря 1979 года в поселке Луговом Тюменской области, который находится в труднодоступном месте сурового края. Летом сюда добирались только на катере по реке, зимой с самолетами или вертолетами. Видя прилетающую авиацию, юный Вячеслав мечтал стать пилотом. При этом еще в детстве Слава демонстрировал артистический талант. На школьных утренниках делал пародии на Евгения Петерсяна и Владимира Винокура. Так как в поселке не было музыкальной школы, музыкой с детьми занимался преподаватель химии Сергей Анатольевич Пономарев. Педагог дал Вячеславу несколько уроков игры на гитаре, объяснив суть творческого процесса. Мясников стал подбирать понравившиеся мелодии, а затем сочинять собственные песни. В старших классах талантливый подросток совершенствовал мастерство на летних сменах в пионерских лагерях. Ему в то время вожатому приходилось сочинять песни для детей. Затем Мясников освоил взрослый репертуар. Будущий юморист окончил среднюю школу с аттестатом, в котором были одни пятерки. После этого поступил в Уральскую лесотехническую академию на специальность инженер-механик, но по основной профессии не работал. Во время учебы в УЗИ молодой человек оттачивал композиторское мастерство, даже прославился среди студентов, стал автором вальса университета, который теперь исполняют на торжественных мероприятиях. Знания, приобретенные в университете, пригодились артисту. Мясников любит автомобили и разбирается в них. Первой юмористической семьей в КВН для Вячеслава стали парни с лесоповала, выступавший за лесотехническую академию. Дебютировал КВНщик в 1996 году, а уже в 1999 стал участником команды «Уральские пельмени», которая впоследствии принесла ему всероссийскую популярность. Тогда, во время турнира за Кубок Екатеринбурга, на одной сцене встретились команды «УПИ», «Железнодорожная» и «Лесотехническая академия». Предприимчивый капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков предложил «Железнодорожнику» Сергею Светлакову и Вячеславу Мясникову перейти в команду «УПИ» и участвовать в играх высшей лиги КВН. В этом же году «Уральцы» стали лауреатами второй премии конкурса «Голосящий Кевин», который проходил в Йормале. Через год «Уральские пельмени» выиграли чемпионат высшей лиги КВН, а в 2003-м вошли с номером пародии на программу «Что, где, когда» с коронной фразой «Потому что гладиолус – золотой фонд игры». В течение последующих шести лет команда получала различные награды на состязаниях среди участников КВН и заслужила любовь зрителей. На этом этапе творческой биографии Вячеслав написал порядка ста юмористических песен для уральской команды. Большой популярностью пользовались треки «Новый год», «Мандарин мне в рот», «Песня про табу», «Песня про десять выходных», «Вечерний жор». В 2009 году «Уральские пельмени» запустили собственное развлекательное шоу на канале СТС. Вместе с Вячеславом на сцене выступали полюбившиеся зрителям артисты Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Сергей Нитиевский, Дмитрий Прикоткин и другие. Вместе они делали оригинальные и нетипичные миниатюры. В этих номерах Мясников сумел открыть все грани таланта. Сыграл ужасающего мальчика-маньяка, глупую жену заключенного в дуэте с Рожковым. Мастерски изобразил незадачливого студента в сценке «Кафедра Бубна» и другие не менее яркие типажи. Кроме того, артист запомнился о публике музыкальными номерами. В интервью Вячеслав отмечал, что телевизионная работа весьма сложна и многослойна. Каждый концерт, который выпускался в эфир, проходил три ступени очистки. В Екатеринбурге юмористы пробовали материал, отсеивали то, что публика не находилась смешным. А после везли обновленную программу в Москву. В столице в процессе съемок также убиралась часть материала, а после шоу выходила на экраны в идеальном виде. Таким образом, зритель видел только самое лучшее и смешное. Однако, с 2016 года в коллективе начали разгораться скандалы, связанные с финансами. Вскоре с поста директора проекта ушел Сергей Нитиевский, которого остальные участники команды обвинили в присвоении совместно заработанных денег, а также в использовании товарного знака шоу в собственных коммерческих интересах. Но с его уходом между другими артистами пельменей споры не прекратились. В 2018 году в коллективе назрела очередная трансформация. Команда в основном составе продолжила выступать только в Екатеринбурге и на канале СТС. Что касается выездных концертов, исполнители разделились на две группы. Первая была представлена старыми участниками, выступавшими с молодыми артистами. Вторая – Рожковым и Мясниковым, создавшими собственный проект «Ваши пельмени», в который вошли их дуэтные номера и шоу, а также новые миниатюры. Позже к юмористам присоединился Артем Пушкин. Что касается личной жизни юмориста, то фактов о ней немного. Жену Мясникова зовут Надежда. В молодости девушка успела получить два высших образования – техническое и экономическое. Юморист и его избранница познакомились в 1999 году. Свадьба состоялась спустя три года, в то время, когда команда «Уральских пельменей» находилась на вершине славы. Надя училась на инженера и тоже играла в КВН. Как сейчас помню, она тогда пела песню группы «Демо». Там был какой-то совершенно несуразный текст, но она была очень миленькая, симпатичная, сразу мне понравилась. Ну и, как выяснилось, я ей тоже. В общем, можно сказать, что нас свел КВН, признавался Вячеслав. Пара воспитывает троих детей. Мальчики-близнецы Константин и Максим родились в 2010 году. Их рождение пара ждала долгих восемь лет. Малыши появились на свет недоношенными. Потребовалось время, чтобы они набрали силу. Поэтому Вячеслав с особой ответственностью следил за их здоровьем, проявляя лучшие отцовские чувства. Позднее ребят определили в секцию карате. Сейчас они уже ездят на сборы. 22 августа 2017 года Вячеслав Мясников в очередной раз стал отцом. В семье юмориста родился третий сын, вес которого составил 4 кг, а рост 56 см. На семейном совете мальчику выбрали имя Никита. Появление брата обрадовали старшие дети артиста. В день выписки Вячеслав выложил совместное фото с женой и новорожденным в соцсетях с фразой. «Ну что, ребятки, поздравляйте меня, Надю и Никитку. Всех вас люблю!» Мясников гордится как детьми, так и женой. Он настоял на том, чтобы Надежда приняла участие в конкурсе красоты «Леди Вордс». И в итоге, после нескольких интервью, конкурсов и финального дефиле, блондинка вернулась домой с победой. В 2022-м артист продолжил творческую карьеру. Для поклонников Вячеслав анонсировал выход комедии «Наши мамы», в которой вместе с ним успели сняться Светлана Пермякова, Глафера Тарханова и другие звезды российского кинематографа. Кроме того, артист вместе с Сергеем Рожковым и Артемом Пушкиным дал большой гастрольный тур проекта «Ваши пельмени по городам России». Сейчас Вячеславу Мясникову 43 года. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка